И всем привет, ребят, с вами Строника, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы находимся на нашем специальном аккаунте, вы видите на своих экранах, как я только-только, наконец-таки выбил новое устройство, которое у нас сегодня появилось с ультраконтейнеров, и сегодня мы его вместе с вами протестируем, это строгая погрузка боеприпасов, которая наносит каждый первый выстрел после вашего спауна, критический урон на громе, плюс каждый третий выстрел. Если вы попадаете в цель, а может даже если и не попадаете в цель, проверим этот момент тоже, будет критическим, то есть по сути у вас есть отличная возможность наносить большое количество урона по противнику, но при этом не будет иметься на устройстве никаких дополнительных преимуществ с точки зрения статус эффектов, либо повышенных уронов, единственный повышенный урон будет только за счет критических выстрелов. Насколько это эффективное устройство и насколько сильно оно будет показывать себя в матчмейкинге, мы сегодня, конечно же, вместе с вами узнаем. Я честно надеюсь на то, что в нем будет интерес, да? Ну и по дрону сегодня мы точно будем использовать дрон Гиперион. Устройство... Где мое устройство? Вот оно. А нет, это не оно. А где устройство? Не понял. Не понял. А где устройство? Интересно. Давайте обновимся. Что-то я не понял прикола, если честно. Что-то я не понял прикола, если честно. А как я так получил устройство и... А, вот оно появилось, да? Да, вот оно. Ну, странно, 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 почему у меня не было этого устройства сразу после того, как я его выбил с контов. Так, ну, одеваем его и... Одеваем какую-нибудь другую красочку. Давайте сегодня мы сыграем на хохломе. Давно я не играл на этой замечательной краске. Порезом у нас, в принципе, все в порядке. Ну и пикаем быстрый бой, в котором мы и посмотрим, на что способен этот новый замечательный гром. На гром сейчас, в принципе, есть, как минимум, два очень сильных устройства. Это гром с повышенным сплэш уроном и гром с дальностью. Есть ли шанс у какого-либо устройства перебить эти два устройства? Для меня остается большой загадкой. Посмотрим, что покажет это устройство. И плюс у нас еще появилось устройство с громом на пробитие, которое, я думаю, что в ближайшем будущем я тоже протестирую. Так, нас закидывает на пармочку. И эта парма у нас, я так понимаю, не ночная, а вечерняя. Сразу же критом... А, нет, это не крит, был это обычный выстрел. Забыл, что у нас цвета поменялись. Но быстренько двух молодых я уничтожаю. Так, и третий выстрел. Да, критом залетает. Давайте первый, второй и третий. Да, есть контактик. Можно даже... Эти громы можно даже кидать мимо противника. И каждый третий стабильно будет наносить критический урон. Но это неплохо. Это неплохо. Это очень и очень неплохо выглядит. Но нужно понимать также, что крит на громе не с таким большим уроном. То есть это не прям какой-то супер дополнительный плюс. И также нужно понимать, что, например, броненосец, да, которых сейчас уже намного, намного больше, чем было раньше, да. То есть после того, как у нас в танкофонде всем выдали. Но сейчас еще многие его не прокачали. Но после того, как прокачают, я думаю, что их станет вообще супер большое количество. Он будет нерфить подобное устройство. Ну и плюс, если сравнить с громом на дальность, да, то гром на дальность, конечно, тоже супер-супер жесткий. Можно, конечно же, еще и грома со сплошом использовать. Но здесь, как говорится, сегодня мы имеем просто дополнительные криты. Плюс критов тоже в том, что вы можете с большого расстояния также наносить максимальное количество урона. Плюс этот урон будет также залетать по резисту. Да, то есть по резисту тоже будет залетать максималочка каждым третьим вашим выстрелом. Но у нас в игре опять, я так понимаю, лаги. Удачно я зашел записывать видос, я так понимаю, да? Потому что у нас уже больше половины противников нету. И похоже, после этого видеоролика мне придется записывать еще один видос. Только он уже будет посвящен вот этому всему событию, что у нас сейчас опять в нашей игре происходит. Да, грустно. Грустно, что я могу сказать? Грустно. Грустно, что у нас все опять лагает. Так, 3-0 мы уже ведем. Пробую накидывать как можно больше урончика. Происходит лаг у молодого человека. Но я так понимаю, что вот у всех танки сразу одновременно не лагают. То есть какой-то новый прикол. Какой-то новый прикол. Просто критует типов по ходу дела. Потому что у меня вот, например, все хорошо с пингом. И все вроде как четко. Так, 13 килов я уже набил. Но нужно понимать, что это все происходит в неравных составах. И... Хотя у нас тоже игроки, я смотрю, залагали. И это не совсем то, чего я хотел бы видеть. Совсем то, что я хотел бы видеть. Так, ну крит залетает. Крит по резу. Ну, кстати, может быть это актуальная темочка. Если у противника не будет броника, А будет только рез от грома, То против как раз таки резиста Этот гром может себя показать очень интересно. Если у тебя каждый третий выстрел крит, Плюс каждый выстрел с респа у тебя крит. Первый. Да, то есть, ну, это может быть реальный интерес. Это может быть в каких-то моментах даже будет супер решать. Так, 1200 скрита. Например, если противник летит, ставить флаг там, Либо доставлять мяч. И вы ему с респа даете критический выстрел. Но это может решать. Уверен, что это может решать. Так, овердрайв сжимаем. Отлично. Под овердрайвом на викинге тоже. Очень неплохое количество критов можно наносить. 4200 с выстрела с гипериона. Это еще без повышенных уронов. Просто у нас еще есть возможность использовать какое-нибудь другое. Какое-нибудь другое устройство. И, ой, устройство, говорю, какой-то другой дрон. И урон может стать еще больше с этим громом. А с гипериончиком у нас только расходочка не меняется. Но, конечно, викинг тоже после этой обновы с трупами стал значительно-значительно слабее. Он уже не показывает тех самых возможностей, которые у него, например, могли быть раньше. Но, в общем и целом, смотрится интересно. Я, честно, думал, что это будет намного слабее гром. Мне казалось, что это будет прям неактуальной вещью. Но против резов, как оказывается, смотрится прям очень интересно. Если еще учитывать тот факт, что пока что еще ребята не прокачали у нас, например, тот же броненосец. То пока этот гром будет себя показывать суперкруто. Без броников, без резов от как раз-таки крита против резистов от грома. Блин, хороший вариант. Очень хороший вариант. 2.400. Просто каждая тычка, вне зависимости от того, рез у противника или не рез. То есть это с кризисом будет, скорее всего, лететь ваншот. Здесь у нас 2.400. Ну да, это ваншот будет лететь. И против резистов. Вообще класс. Просто класс. Просто бомбочка. 35 киллов у меня уже. 8.30 до конца. Давайте пробовать. Давайте пробовать делать 70 здесь. И, кстати, я походу заметил еще то, что у нас... А, ну это первый выстрел с крита. Сейчас попробуем пытать с крита. А, почему... А, я промазал крит. Нет, 450. Нет. Не-не-не. Я уже подумал, что у нас с большого расстояния тоже не падает урон. То есть у нас стабильно большой урон залетает. Но урон у меня упал. Так, и первый гром, конечно, нельзя здесь промахиваться никогда. Постараться первый всегда обязательно попадать. Потому что он 100% критический. 800 очков у меня уже. И осталось еще целых 8 минут до конца боя. Здесь вообще есть шанс выйти на полтора. На полтора выйти. На полтора это было бы вкусно. Так, падает у нас овердрайв на центре. Попробуем, конечно же, его забрать. Котивника я особо не вижу под него. Едущего так. Забираем. Так, ну и походу у меня пошли лаги. Походу у меня пошли лаги. Нет, мяч подбирается. Значит, еще я не упал полностью. Пожимаем овердрайв. А вот теперь уже все, да? Мяч скидывается. И у меня начинает пинговать. Да, да, да. Давайте попробуем обновиться. Надеюсь, что это поможет. Хотелось бы доиграть эту катку полноценно. И довести до конца идею данного видеоролика. Не акцентируя внимание на все эти проблемы. Но, конечно, это очень и очень грустно. Когда ты даже полноценно не можешь записать видос в игре. Потому что начинаешь сталкиваться с проблемами. И с какими-то непонятными лагами. Так, возвращаемся. 6.40 до конца. После обновления вроде как должно быть все в порядке. Должно быть все в порядке. Так, 2.400 у нас залетает. Хорошо. Хорошо. Отлично. Подборчик есть. Так, ну и летим ставить. 12% овердрайва у меня только. Плоховато так. Викинга рикошет сжимает овердрайв. Викинга молот сжимает тоже свой овердрайв. Кидаем просто мяч вперед. А, можно было в принципе, наверное, даже этого и не делать. Поручший шар от нашего тиммейта. Накидочка. Ой-ой-ой, куда там тушит. Тушит себя молодой. Так, пробуем. Нет, проехать мне не дадут. Ну, пробуем нанести урон. Меня лечит шафт. Держит. Нет, уже не держит. Уже его слили. 38 килов. 6 минут до конца. Овердрайв на центре лежит. Никто пока что его не едет забирать. Может быть у нас получится его забрать. Отличный выстрел. Залетает у нас прямо сейчас первый по противнику. Успеть добить. Успеть добить. Нет, к сожалению, не успеваю. Но все равно на нос очень хорошего урона. Подкриты. Очень вкусно залетает по противнику. Так. Ну и здесь надо чуть-чуть подсаппортить нашему тиммейту. Отличный есть выстрел. Отличные 2 килла. Добавочка. Добавочка. И 5 минут до конца. У меня 66%. Овердрайв опачки. Как раз таки падает. Овердрайв как раз таки падает. Есть ли шанс у меня его забрать? Нет. Нету. Значит мы на него не выезжаем. Еще 201 по Викинга Рику с резистом залетает. Еще одна добавочка. Ну блин. Ну против резиста это идеальный вариант. Против реза просто идеально. Но нужно понимать, что если будет броник у него, то я ничего не сделаю с этим громом. То есть против реза без броника имба очень жесткая. Очень хорошо работает. Но если там будет сверху еще дополнительно броник, то ну все. Забудьте просто. Просто забудьте, что у вас есть возможность реализации этого устройства. Никакого абсолютно смысла в этом уже не будет. Поэтому здесь нужно обращать на эти моменты особое внимание. Ну а так в принципе дефолтный гром без никаких нерфов, без никаких недостатков. Только одни плюсы. Мне нравятся такие устройства. И если еще учитывать тот факт, что у нас таких устройств не супер большое количество в нашей игре на сегодняшний день. Которые не имеют недостатков и имеют только плюсы. То это конечно круто. Это конечно круто. Так пробуем с овердрайва покидать тот урончик. Блин, меня застопал Хантер. Не заметил я его, если честно. Так, Викинг вражеский прожимает тоже овердрайв навстречу. Три с половиной минуты до конца. Надеюсь, что они не доставляют. Очень сильно. Хорошо. Было бы неплохо закончить эту катку с победой. Так, 2400. Хорошо. Первый выстрел крита это конечно очень жесткий бонус. Если пытаются, как я сказал, доставлять флаг противник. Либо доставлять мяч. Ну например, там в штурме вы задав будете респоваться и сразу первый выстрел с крита давать. То есть, который противник там будет, ну скорее всего там на пол хп. Обычным выстрелом вы его не сольете. А вот выстрелом с крита с дополнительной четвертью урона. Это может сработать. Особенно против реза. Особенно против реза. Ну и также нужно чуть больше контролировать конечно с этим устройством ваши выстрелы. И не стрелять криты в молоко. Да, то есть как у меня например сейчас было пару-тройку раз. Как я криты с первого выстрела в молоко закидывал. Старайтесь чуть более внимательно накидывать урон. Ну и плюс-минус просчитывать то, какой выстрел у вас критический будет. Если будете это все просчитывать, то будет очень хороший результат у вас получаться по итогу. Так, выпадает еще один овер на центре. Было бы очень неплохо его забрать. Ну либо чтобы его забрал наш тиммейт и раздал мне криты. Блин, но мне криты не дает. Нажимает сразу овердрайв. Так, пробуем. 2400 хорошее залетело. Пробуем еще добавлять. 900. 1333. Кстати вот непонятно, почему по нему залетает например 1333. Не совсем я понимаю этот момент. А, из-за прокачки. Все, понял. Прокачка дрона у него плавая, значит все. Быстро сам додумал. Так, овердрайв падает на центре. Первый выстрел в молоко. Плохо. Забираем овер. Я думаю сразу вжимаем. 3 противника вижу. Аж 4 перед собой. Можно спокойно смело жать. Их по возможности уносить. И у нас по идее еще один овер должен быть. Как минимум один овер должен быть на центре. Который спереди от меня. Он будет где-то наверное за секунд 20 до конца. Так, минута до конца у нас. До конца этого замечательного боя. Так, еще накидка. И еще накидка. Блин. 1200. Это 7 килов. Неплохо. Очень неплохо. Я даже немножко удивлен. Я даже немножко удивлен. От того, что показал этот гром. Я честно ожидал от него меньшего. Намного меньшего. Прямо намного меньше. Я думал, что это ну такая, знаете, тема будет не актуальна. Да, то есть ничего прикольного, ничего интересного. И типа возможности реализации этого устройства тоже не будет особо никакой. Потому что у нас есть подобное устройство на смоку. И как мне оно, ну не актуально. Да. И теперь у нас подобное устройство появилось еще и на гром. С громом это смотрится конечно поинтереснее. Так, у нас здесь секунда конца и происходят опять лаги. Надеюсь, что сейчас полноценно у нас катка закончится и меня не выкинет. Хотя даже если меня и выкинет, ничего страшного в этом я не вижу. Абсолютно ничего страшного. Потому что мне тут особо-то и кристаллы не надо. 12 тысяч за катку получаю. За 1300 очков. Хороший результат. Хороший интересный гром. Но узкий, очень узкий кругозор реализации этого устройства. Что касаемо вакуумных снарядов. Что касаемо гиперскоростных. Что одно, что второе устройство реализуется намного жестче. А здесь, ну вот можно взять, когда большое количество резов, но нет броников. Тогда это будет работать. Ну, либо если у вас нет ни одного, ни второго устройства. Хотя я думаю, что большинство тех, кто смотрит этот видеоролик, покупали танкофонд. Соответственно, у вас вакуумные снаряды есть. А вакуумные снаряды смотрятся поинтереснее, как по мне. Скажите, что вы думаете по поводу этого устройства. Поддерживайте обязательно данный видеоролик лайком, если он вам понравился. Также не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте, кемо лично это так, это так, темпо. Установите его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше. На 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.